Туда, где теряются дороги, время и новости, в наши сибирские Бермуды почти шесть часов лету до Абакана крылом подать. Еще шесть часов из Хакасии в Туву по единственной дороге, связывающей ее с внешним миром. Столбик термометра падает с минус 7 на минус 30. Это за каких-то 400 километров пути. Ледяное солнце, раскачегаренные избы вдоль дорог. Вот она, Тува, край бескрайней тайги, Саянских гор, бурных рек и зеркальных озер. От Кызыла, столицы Тувы, еще около полтораста километров по заиндевевшей тайге. Весной и осенью по этим дорогам не проехать. Грязь и жижа такая, Уралы тонут. Малый Енисей с его редкими жителями, раскиданными на десятки, даже сотни верст хуторами староверов, враспутится, словно остров, захлопнут со всех сторон горами, непролазной тайгой и отсутствием каких-либо вестей с большой земли. Майданы, дефолты, информационные, дипломатические, звездные войны остаются по ту сторону гор. Сто лет назад алтайские староверы решили бежать в Тувинскую тайгу сначала от войны, затем от революции, репрессий. Так здесь появился РЖИ, несколько дворов староверов, которые разрослись до размеров небольшого поселка. Гриша Юрков, как и все мужики РЖИ, живет охотой, когда километров за 100 забирается в тайгу, а то и 200. Раньше старообрядцы уходили в минус 40 пешком или кто зажиточный на лошадях, теперь вот цивилизация добралась и сюда. На мясе и пушнине Гриша заработал на иномарку – японский снегоход. Весь нехитрый скарб, бензин, тулуп, собойка, хлеб, сало умещается в санях. Нам предстоит проехать еще около 100 километров по тайге и закованному в лед Енисею до первой охотничьей заимки. Это дело все туго увязываться, потому что богатый может утонуть это все. Сейчас мой племянник за отцом ездил, так же ехал по льду, туда проехал нормально было, а обратно. Первая снегохода, потом это все утонуло. Дома его останутся ждать жена Аля и четверо детей. Младшему Артему всего 4 года. Каждый день он будет стоять у окна в ожидании тяти. Так у староверов до сих пор принято обращаться к отцу. А когда он вернется, никто не знает. Может через неделю, может через месяц, а то и два. Так было всегда. За последние сто лет здесь вообще мало что изменилось. Гриш, а вам новости ведь нельзя смотреть, да? Да у нас телевизоров не уходим нет. Радио. Тоже так же. А меньше знаешь, когда лучше жить. В город приедешь, там какие-то цены страшные. Непонятно. Гриша, пугая лесную тишину, наматывает заснеженный километраж. На десятки верст не души, и вдруг откуда-то из сугробов посреди тайги сероклево вырастает хутер. Два на два на три. Короче, в каждом доме очень-очень многодетное. Вон в том доме у одного мужика 14 ребятишек. Живут, картошку садят, продают, а вот мясо ростят, продают. Куда-то мужики на заработки ездят. А жены тут. Тут не света, ничего нету. Вот почему ребятишек много. Скупые признаки жизни. На 30-ти градусном морозе дубеет белье, колеет во дворе трактор эпохи неразвитого социализма. На замерзшем Енисейко пошатся дети. До ближайшего староверческого поселка и школы несколько километров не добраться. Да и незачем. Все равно дети останутся жить здесь. С большой землей их будет соединять лишь паспорт и чудаковатая прописка. Еще через несколько километров заимка деда Миши. Живет он бабулем который год. Плетет корзины, тем и зарабатывает. Для охотников он вроде местного информагентства. Здесь обмениваются новостями. Кто куда поехал звери стрелять, кто уже возвращается, кто на ком женился, кто умер, кто утоп по пьяни. Вот и все новости. А у вас что новенького? А у нас что, волки? А у волки тут одни разговоры. Тут разговоров про евро нету. По хуторам скотину никто почти уже не держит. Волков развелось столько, что подавили почти все поголовье. Лошадей, коров, баранов. Волки для староверов главный внешний враг. У Григория всего одна корова и осталась. И даже настоящего сторожевого пса заводить страшно. Все равно загрызут. Взял дворнягу, чтобы не так жалко терять, если что. Тявкает и ладно. Не так давно охотникам запретили травить волков ядом, ловить их на капканы и петли. Можно только отстреливать. Только вот попробуй подберись к ним на расстояние выстрела. Скараулить волка это. В 10 лет одного убьешь, так хорошо. Он же сильно убьет. А как вы сейчас спасаетесь от волков-то тогда? Ну как? Как хочешь, так и спасайся. Вот они и идут сюда. Ну ловим все равно петлями-то. Куда деваться, если бы они сюда идут уже, приходят. Выскочив на Енисей, Гриша разгоняет снегоход до 80. На 35 градусном морозе от встречного ветра не спасает ни экипировка полярника, ни Угиваленки, ни Тулуп. Енисей и во льдах такой же дикий и коварный. Вот дыбятся метровые льдины, а буквально рядом вода пробивает дорогу, крушая ледовый саркофаг. Еще вчера здесь была наезженная снегоходами колья, сегодня бурлит вода. Нередкость мужики даже на трезвую голову тонут вместе со всеми пожиткими снегоходами. Впрочем, другой дороги, кроме как по замерзшему руслу, все равно нет. Нас нагоняет племянник Гриша Егор. Тот едет охотиться еще дальше, километров за 200. До заимки добираемся затемно. Повсюду снег, лед и стылое чистое небо. Космос, он повсюду. На сотни верст вокруг тайга, 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 параллельные миры. Пока корабли бороздят просторы вселенной, мы мечтаем о ночлеге, растопленной буржуке и чае. Ох, будешь что-нибудь делать? Ну да, наверное, сварим. Позже. После короткого привала на заимке, опять же затемно, выходим на охоту. Гриша показывает сегодняшний маршрут. Там вся гора. Большой уголок. Там еще, потом еще, потом еще. Высоко поднимемся. Может, сразу увидим, может, наверху. Наша цель – олени моралы. За ними нужно лезть на самые вершины. Минопшелита оказалась засушливым. Выжгла всю траву в низине, или, как здесь говорят, на солнцепеках. Вот и пасутся они на скалах, спасаясь от голода, людей и волков. Спускаются вниз только, когда совсем стужа – минус 45 по Цельсию. Пока поднимаемся в гору, в ущелье со стороны Монголии приходит рассвет. Вот эта скала идет, так вот по Енисею, ну, по реке по нашей. Мы ее называем прилавоками. Ну, и к концу Енисея она вырастает раза в три выше. Затем в стороне Монголии вообще уходит на нет и исчезает. Все эти горы давно распределены между староверами, где чьи охотничьи угодья. Поделили их между собой самые первые отшельники. С тех пор передаются они по наследству от отца к сыну. Пересмотр границ, присоединение бесхозных владений, нарушение территориальной целостности – редкость небывалая. Тут-то не надо снимать, надо вон там снимать. Про войны на Большой Земле, в частности в Украине, про Майдан Гриша что-то такое слышал. Светлана Ильич, почему войны происходили? Они всю жизнь происходили. Почему? Ну, я не знаю. Раньше два князя поругались, а все, войной пошли друг на друга. Так же и сейчас. Все. Отец Григория, дед Гоша, живет там же, в Иржее, один. Когда четыре года назад умерла жена, кровать убирать не стали. Просто свернули матрас, как в плацкартном вагоне, в ожидании другого пассажира. Впрочем, время для него остановилось намного раньше. Дед Гоша помнит все. И 30-е, и 40-е, и 50-е. Сталинские времена особо. О том, что сегодня Сталин едва ли не самая популярная историческая фигура, он узнал с удивлением. При Сталине хорошо было? Сейчас свободнее, чем тогда было. Ну, может быть, хорошо, что было построже, нет? Вот сейчас все говорят, вот надо нам построже. Не знаю, я так не скажу, что мне построже надо. Первый день охоты у Гриши вышел комом. Лишь где-то на дальних склонах ментнули несколько моралов, пулей не достать и ушли за горизонт. Для охоты не сезон. Ничем их с вершим в долину не сманишь. Ни морозом, ни едой. Достать их могут только волки. И вот в таких крутиках стоят. Его не видно, не слышно. Там три, четыре, пять зверей стоит. Один. Там скедер сучки ломает. Ест. Или маленько загад трава. Кусты тоже. Ветки. И как будто он спрятан, его ниоткуда не видно. Волкам тоже там плохо бегать. Бывает бегают с этих скал, их спускают. Придавят на скалы. Он пятится, пятится и упадет туда. Там уже он ихний. Бывает сидят, бывает просто поиграют. Бывает вообще не поедят. Просто задавят и бросают. Ради интереса. Все. Балков много сейчас, да? Много. Даже сильно скажу, что много. Гриша возвращается на охотничью заимку. Сторожит ее бывший зэк Гена. Почти 20 лет от ситки. Сначала получил срок за двойное убийство. Потом еще сверху за попытку бегства. Когда неожиданно пришла свобода, она перестала быть для него ценностью. Привык жить в тюрьме. Вот и замуровал себя в таежной глуши, где на десятке верст одни волки. Ночами бывает окружает охотничью базу со всех сторон. Как так окружили? Ну, полностью по кругу встали. Потом как завыли вот так вот все по кругу. Там забор. Вот за забором прям. Так давай выйдем. Аж жутко стало. Когда-то и Гена был охотник хоть куда, но однажды уснул в тайге в 40-градусный мороз, имея при себе и всего согревающего, лишь бутылку. Когда проснулся и дошел-таки до ближайшего жилища, стало ясно. Пальцы больше не пригодятся. Отморозил. Их ампутировали. Гена отнесся к этому философски. Что с пальцами, что без пальцев. Жизнь одна и та же. Из всех, с кем можно поговорить, лишь двухмесячный гика, почти тезки. Да и того, расти для охотников. Отдаст и снова один. Жизнь Гены на слоении тектонических плит. В 10 лет отказался надеть пионерский галстук, зато в 60 согласен о воскрешении Сталина. Для наведения порядка в стране. Будучи сыном сосланного в Сибирь кулака из западной Украины, сейчас он готов ехать в Донбасс добровольцем воевать за Новороссию. Даже здесь край муха слушал и про Майдан, и про Обаму, и про санкции против России. Сам Гена готов напомнить Западу про 45-й год. Но вот ехать не на что. До Нового года считанные дни. Гриша здесь на заимке нарезает холостяцкий ужин. Хлеб с салом. У староверов не принято отмечать новогодние праздники. Только Рождество. Здесь никогда не видели ни обращения президента, ни голубые и прочие огоньки. Здесь ничего не просят, ничего не загадывают, ничего не ждут. Что Бог даст, то даст. А что не даст, то не даст. А что ждешь от жизни, в принципе, по большому счету? А что ждешь отмечать? А что ждешь отмечать? А что ждешь отмечать? СМЕХАЕТСЯ СМЕХАЕТСЯ Порой даже есть было нечего. От выпивки Гришу отвладили, как ни странно, младшие дети. СМЕХАЕТСЯ Пока они, правда, ничего еще не говорят, хотя Артему 4 года, Александре 3, погодки. Родители относятся к этому тоже философски. Значит, не пришло еще время. Бог даст, заговорят. И так здесь во всем, даже с родами. Практически во всех староверческих семьях рожают дома. Даже когда можно добраться до больницы. Бабья доля, какой была сто лет назад, такой и осталась. Уповать на Бога и ждать мужей с охоты. Живаешь, конечно, скучаешь. Все, все, все нормально. Каждый раз, когда Гриша возвращается с охоты, жена готовит главный местный деликатес – перук с хеком. Гриша может съесть целый противень, даже не перекладывая в тарелку. И рыба, и мясо, и картошка, и зелень – все свое. Никакое импортозамещение не нужно. Что такое санкции, контрсанкции, зачем они нужны, Гриша не понимает. Там, на большой земле, все порочно и нестабильно. Любовь-то видишь в городах какая? Месяц, полтора, две недели. Ей 27 лет четыре раза за мужем пребывала. Как от черта, Любовь, что это такое? Да, это та же скотина, походу. Вот и все. Сегодня Любовь, завтра у них развод. Вообще, Любовь существует. Конечно, вот к детям. Вот тут любовь, да, дочь? Покажи, как тятю любишь. Ну, покажи. Ну, вот она вот любит тебя. Вот эту Любовь, я понимаю. Пацаны так не ждут, как она ждет. Впрочем, и у староверов нравы с годами становятся мягче. Раньше детям нельзя было даже приближаться к столу, за которым ел отец. Гриша позволяет своим чадам, если не все, то почти все. Артем, вот какой я вредный. Дома Гриша не сидится, тянет на охоту. А на охоте – домой. Он чистит ставшую уже родную винтовку Мосина. Ту самую легендарную еще с царских времен. Это и Великую Отечественную повидала, и, возможно, даже Первую мировую. Тем временем на заимку деда Гены приезжают охотники с дальнего поселка. Добирались больше суток, не торопясь. Остановятся, поговорят, махнут фляжку, едут дальше. Их угодья еще километров за 100 вверх по Енисею. Зашли отогреться, обменяться новостями. Куда зверь ушел, как дорога, как трофеи. Со взрослыми мужиками 14-летние пацаны. Сыновей берут с собой в тайгу чуть ли не с 7-летнего возраста. Гриня, вот твои подрастут, потом поймешь. Я их сразу с малых лет буду учить, чтобы за руль тятю, вернее, в пену тятю, а сам за руль и в тайгу. Охотники едут дальше, еще ночь и день в пути. Пацаны наравне со взрослыми будут ночевать в санях или в самой тайге у костра под открытым небом на 40-градусном морозе. Когда-то и Гриня-то ходил в тайгу с отцом. И у детей, наверное, тоже так же жизнь пройдет, потому что по 5 классов закончили школу. В общем, ничего не меняется. Ну, а что ты здесь изменишь у нас? У самого Гриня старшие сыновья, 11-летний Никита и 13-летний Демьян, тоже считают готовые охотники. Тайгу знают лучше географической карты и математики. Им с местными пацанами удалось то, что не под силу даже бывалым охотникам. Поймали волка. Везут его домой в санях как главное доказательство своей взрослости. Мы когда подъехали, прошли несколько метров, и там у нас стояли петли. Около 8. Как-то бун шел, так они и попали. Один попал, вот этот, а второй сорвался. Они объезжают оставленные накануне ловушки, проверяют улов. Петли – это для живности помельче, когда белка попадется, когда заяц. Попаем. Беллаго. Капканы на более крупного зверя – лис и соболей. В ловушках, в заснеженных следах, в таежных тропинках Демьян разбирается так же, как хипстеры его возраста, в айфонах, макбуках или, скажем, в брендовых свитерах, джинсах и очках. Это на кого? На соболь. В тайге, несмотря на все минусы по Цельсию, ржеевские пацаны целыми днями домой не дозовешься. И как дрова заготавливать знают, и как костеры развести, их на неделю забросить в самую глушь – не пропадут. Сами найдут дорогу, да еще вернутся с трофеями. Никакие гаджеты, соцсети тайгу не заменят. Все, что нужно для жизни – все под рукой. Ну что ты хочешь, чтобы тебе подарили? Ай, ничего мне не надо. Второй день охоты. Гриша снова идет по следам оленей-моралов. Охотники сказали, накануне ночью те спускались в долину. На солнцепеках осталось много следов. Впрочем, Гриша идет без особой надежды. Днем моралы снова забираются далеко в горы. Где-то далеко на холмах мелькнули, словно тени, несколько оленей. Пока Гриша доставал ментовку, пока целился, они ушли. Охота закончилась ничем. Шататься по тайге на удачу Гриша не любит. Только через неделю-полторы, когда ударят настоящие морозы, за 40, можно снова идти на промысел. Мы возвращались в выражение мимо сторожки бывшего зыкана деда Гены, так и не нашедшего применения своей свободы. Мимо заимки состарившегося в одиночестве деда Миша с его плетенными корзинами. Мимо глухих староверческих хуторов, где большинство изб стоят воротами на стеж, зазывая охотников на ночлег. И никакие колебания валют, войны и Майданы им не страшны. Так было, есть и будет. Перед отъездом мы все-таки решили показать Григорию хронику украинских событий, главный тренд минувшего года. Без комментариев как за, так и против. Это своего рода эксперимент. Гриша впервые видит эти кадры, и, что называется, с чистого листа, будучи ни за тех, ни за других, пытается со своей колокольни таежного жителя дать ответ на два из вечных русских вопроса. Что делать и кто виноват. Не от ума это все. Правительство это все спровоцировало. В смысле, разрешило? Ну, а кто больше? Надо было сразу? Конечно. Змея голову поднимает, она же сразу, она поднимает. А то она тебя опустит. И очень больно и долго будешь болеть. Так же и здесь. Вот и больно и долго, и болеют они. Так и тяся Гриша научил по-русски, что зверь, что человек, уважает и подчиняется только силе. Или ты, или тебя. Слабого-то эго сломают. Четырехлетний Тёма тем временем тоже высказывал свое отношение к украинским событиям. Получилось символично. Объясняя причины так называемой революции гидности, я рассказывал Грише про стремление части украинцев попасть в Евросоюз. Но Григорий слушал и тут же проецировал Майдан на свою собственную жизнь. А Европа их ждет. Многие из нас еще, к сожалению, могут уметь. Она их тоже кормить не будет. А доить их будет, как последняя дохлая корова. Вот и все. Почему так думаешь? Да никто нас просто так, потому что не кормил. Вот в чем дело. Никто. Никто. Никто и никогда. Впрочем, больше всего Гриша боится ни Майданов, ни вонь, ни авиакатастрофы, даже ни волков. Железные дороги. В Тву по тайге ведут железнодорожную ветку. Это значит, что спокойная таежная жизнь староверов закончится. Ну, а если сюда проложить, дороги хорошие. А зачем они нужны-то? Дороги? Да. Зачем? Цивилизация придет. Нет, так, спокойнее жить. Зачем тут посторонние люди, городские, зачем? Пусть лучше все тут так, что-то мирно остается. Я думаю, так лучше будет. А тут еще железная дорога будет греметь. Лучше бы еще 20-30 лет ее не делали, а потом бы забыли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!